друзья всем привет хочу показать вам новинку 15 каталога это у нас сковородка серии мелиса их будет у нас три сковороды вот эта сковорода у меня диаметром 26 сантиметров у нас еще будет диаметр 22 сантиметра и 28 сковородка очень легкая и достаточно тоненькая если сравнивать ее с предыдущими коллекциями то она такая прям знаете очень очень легкая хочу для сравнения вам показать вот это у нас сковорода призма посмотрите разницу в толщине толщина вот этой вот сковороды 1 и 7 миллиметров здесь гораздо больше толщина я не помню сколько но она и тяжелая и достаточно такая толстая и в сковороде призма вот такая вот железная ручка это не очень удобно потому что она нагревается при готовке но плюс в том что вы можете в таких сковородках готовить даже в духовке то есть пожалуйста да какое-то если небольшое блюдо эта сковородка уже для духовки у нас не пойдет и вот эта сковородка призма у нас прекрасно моется в посудомоечной машине в использовании это сковорода у меня уже полгода видите да все отлично покрытие прекрасно использую ее регулярно а вот про эту сковородку ничего не указано можно ее мыть посудомоечной машине или нет но вот эти сковородки мелиса они на порядок дешевле чем вот эти сковородки призма поэтому тоже учитывайте этот момент если на ежедневную готовку то я думаю стоит обратить на них обязательно внимание у нее антипригарное покрытие посмотрите какое у нее донышко такая сковородка у нас подходит под любой вид плит это будь то электрическая газовая там индукционное и тому подобное хочу обратить ваше внимание что у нас вот такая вот хорошая качественная ручка которая не нагревается при использовании сковороды а как любую такую сковородку такого плана и и конечно же нужно мыть аккуратно не рекомендуется мыть ее когда она горячая и не рекомендуется ее различными губками тереть и различными абразивными средствами будет мыться она хорошо я ее уже помыла просто губкой мягкой стороной с нашим средством для мытья посуды если следовать инструкции то я думаю что такая сковородка прослужит достаточно долго такую сковородку я себе взяла для того чтобы жарить на ней блинчики и сейчас мы с вами попробуем это сделать друзья давайте посмотрим вот смотрите да я обычной лопаткой переворачиваю так вот очень легко блин моим ощущением сковорода нагревается медленнее и вот даже блины жарится они жарятся медленнее чем например на той же сковороде призма может быть как раз то связано с тонкостью да вот сковородки такой будем тестировать дальше ну что друзья испробовала я новую сковородку напекла блинчиков но хочу сказать что наверное это сковорода она не очень подходит для блинов потому что она сильно тонковато все таки блины лучше жарить на сковороде с более толстым дно но неплохой такой бюджетный вариант сковороды для того чтобы что-то на ней готовить да например ту же яичницу либо что-то поджарить делать какие-то может быть суповые зажарки поэтому если вам нужна сковорода для этих нужд то обратите внимание на сковороды и серии мелиса